Кто там? Отделение лицензионной работы по городу Рязани с проверочкой к вам в условиях хранения оружия. Такие проверки не проходят внезапно. Сотрудники Росгвардии предварительно договариваются с человеком, когда и во сколько к нему можно будет прийти. В первую очередь, по словам сотрудников, проверяют соответствие оружия и выданных лицензий и разрешений. После осматривают сейф. Он должен быть выполнен из металла или дерева, но в этом случае должен быть обит металлом. Кроме всего прочего, сейф должен быть прикреплен к стене. Помимо того, что оружие закрыто у меня просто в сейфе, патроны у меня хранятся отдельно. Также в отдельно запирающемся ящике. То есть даже если кто-то, скажем так, незаконно завладеет оружием, то произвести из него выстрел не сможет. По той простой причине, что боеприпасами завладеть также он не сможет. Ящик, соответственно, запирается, как я уже говорил, на отдельный замок. И сам сейф также запирается на два дополнительных замка. Михаил – охотник со стажем. У него в сейфе хранится двуствольное ружье и травматический пистолет. Каждое оружие закреплено отдельно. После осмотра выносится вердикт. Давайте сейф. Сейчас будем вставлять, так, проверки. Инспекторы отдела лицензионно-разрешительной работы проводят и профилактические беседы с людьми, отмечая те или иные важные детали. После этого сотрудники Росгвардии заполняют акт. В нем указывают данные владельца, когда выдано оружие, до какого срока, а также возможное нарушение. У Михаила никаких нарушений не выявлено. Частые нарушения – это когда патроны хранятся вместе с оружием. Также иногда бывают случаи, что калибры патронов не соответствуют с тем видом оружия, который имеется у владельца оружия. За день таких рейдов бывает несколько. Проверки необходимы, говорят сотрудники. Ведь, как минимум, благодаря им можно избежать несчастных случаев. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.